Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира у книги Бетти Рэддис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Кентавры. Кентавры мифические существа, полулюди, полукони, живущие в покрытых лесами горах Фессалии. Они, несомненно, очень древнего происхождения, явно догомеровского. Для греков кентавры олицетворяли примитивные желания, буйный нрав, невоздержанность. Их животность объясняется тем, что они произошли от иксиона и тучи, которую приняла по воле Зевса облигеры. Все эти черты изображены в их битвах с Лапифами, это племя гигантов, на свадьбе у царя Парифоя, в популярном сюжете античного искусства. Например, кентавромахии посвящены Митопо, с южной стороны Парфенона, скульптура западного фриза Гевестонова Афина. Пластические изображения на фронтоне храма Зевса в Олимпии, римские фрески в Помпеях и т.д. В эллинистическом искусстве их часто изображали последователями Диониса. Впрочем, они несли чисто декоративную нагрузку. Особое место среди кентавров занимали Херон и Фол, олицетворяющий мудрость и благожелательность. Напротив Несс становился причиной гибели Гераква. В искусстве нового времени к сюжетам с участием кентавров обращались Беклин, Роден, Каринт и Пикассо из Википедии. Кентавр в древнегреческой мифологии – дикие смертные существа с головой и торсом человеком на теле лошади, обитателей гор и лесных чащ. Кентавры сопровождают бога вина Диониса, отличаются буйным нравом и невоздержанностью. Предположительно, кентавры первоначально были воплощением горных рек и буржных потоков. В героических мифах одни кентавры являются воспитателями героев, другие – враждебными. Впоследствии мифы о кентаврах фигурируют и в римской культуре, а еще позже их изображение попадает в средневековые европейские пестиарии. В настоящее время кентавры являются весьма популярными персонажами произведений фэнтези. В сходном времени изначальный образ всего племени кентавров – диких и необузданных варваров, подвластных плотским чувствам – был вытеснен образами немногих кентавров-мудрецов Херон и Фолва. Кентавр стал символом мудрости и единения с природой. Ну вот так вкратце о кентаврах – мифические существа, полулюди, полукоди, живущих покрытых лесами в горах Фессалии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok